В законодательном собрании прошло совещание по сложившейся ситуации в поликлинике Минсанчасти УАЗ. Суть проблемы заключается в следующем. В конце января стали поступать многочисленные обращения работников предприятия с сообщением о закрытии поликлиники. Причин оказалось несколько, первая из которых это отказ руководства УАЗ от проведения на базе поликлиники номер один обязательных предварительных медицинских профосмотров своих работников. В январе месяце меня руководство заводов ведомило о том, что в 2019 году был проведен тендер на заключение соглашения о проведении профилактических осмотров, которые выиграла не наша медицинская организация, а другая. Кроме этого, помещение поликлиники находится в собственности медсанчасти, поэтому учреждение несет дополнительные расходы, связанные с арендной платой, а также возмещением расходов за коммунальные услуги и связи. Цены за коммуналку выросли, соответственно поднимется и арендная плата. Исходя из этого, деятельность поликлиники в 2019 году становится нерентабельной, а убытки прогнозируются в сумме 7 миллионов рублей. По поводу арендной платы, о чем сказала Елена Анатольевна, у нас сейчас действуют старые проектные ставки арендные, решения по увеличению пока не приняты, это наш внутренний вопрос, я на самом деле буду обсуждать данный вопрос. Что касается коллектива, сейчас это сказать сложно, потому что мы сегодня только первый день работаем. Итог следующий. Хотя медицинский осмотр работников и переходит в функционал коммерческой медицинской организации Медпрофи, вся лечебная деятельность при этом остается за государственной поликлиникой. Шаговой доступности для работников и ветеранов предприятия. Сегодня ответственно хочу еще раз подтвердить, поликлиника будет работать так же, как она работала десятилетия, и наши ульяновцы, и ветераны, и работники ульяновского автомобиля привыкли к ее услугам и к месторасположению, а это очень важно. Отметим также, что никаких сокращений среди медперсонала поликлиники номер один не произошло, поэтому заводское медучреждение начало свою работу в понедельник, 4 февраля в штатном режиме. Субтитры создавал DimaTorzok